это уже настоящая музыка дальше финальная дальше дальше тоже мы это все все нам запускать дальше вот она с нее начнем и чуть-чуть послушаем об ада со с нее начнем а все эти которые были и после все нам попускайте этим фоном мужик на флете да да остальные на подложку а там конце несколько песен новогодних есть там да можно на финал песню чуде а мы мы своем в эти вот бубенцы кусочек прочтем если что песню чуделка там я пою чудаковатые есть да что вы снимаете дорогой друг на сайте вот этот инструмент называется козу и он использовался мультфильме падал прошлогодний снег а сегодняшняя наша программа посвящена юбилею этого мультфильма который сделал режиссер александр татарский и когда мы записали музыку то сверху наложили вот это узнав что такое есть и таким образом и таким образом всю передачу снимает просто стали завидовать очень классно снимать из-под стола жаль я шляпу не взял еще шляп я ж на радио пришел узнать я честно говоря не люблю я люблю наушники его и вопросы пошло да там же есть микрофон ничего не слышу пошла та мелодия которая прозвучала сегодня кстати кстати у нас два человека сразу же угадали вы моментально определили а ты хочешь это что загадкой до конца эфира нет нет это сережа и настя действительно ёкнула эта мелодия из фильма падал прошлогодний снег пишет нам настя в этом году на мультиплекционному фильму вот как раз таки в декабре аккурат падал прошлогодний снег исполняется 30 лет и мы смотрим при великим удовольствием привечаем в студии серебряного дождя григория гладкова григорий васильевич композитор здравствуйте добро пожаловать здрасте я пришел со своей дочерью александрой александра григорьевна сна я я представляю наш творческий коллектив который делал мультфильм это режиссер александр татарский это актер который озвучивал станислав садальский это мультипликаторы которые лепили все из пластилина вот но я наверное на радио местен более чем кто-либо потому что я представитель саундтрека вот звучащей части мультфильма а мне вот интересно как режиссер вам объяснял задачу на кого говорил вам григорьева наверно на ты с ним да гриш там не нужно вот то то что он гришка он меня зовут гришка ну он говорил здесь вот начи должно быть ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду И вот его уже похоронили, и под эту мелодию. И вот так он объяснил. Я помню, был один из самых веселых дней на даче Успенского. Смеяли, шутились, хохотали. Потом я вечером уже поздно сел на веранде, и я сейчас с гитарой пришел. — Да-да-да. — И стал наигрывать. — Вот это вот дудук как раз. — Да? — Очень красиво. — Ага, да. Это вот я недавно обнаружил потрясающе. Александр Татарский хотел, чтобы был очень простой инструментарий. Он хотел, чтобы было три инструмента. Спичечный коробок, расческа с бумагой и гитара. — Но по законам того времени, сурового времени, советского сурового времени, должен был исполнять только оркестр целиком. Кстати, это и неплохо, потому что в Голливуде музыка записывается только оркестром. Вот. И даже на... У меня был однажды хронометраж 15 секунд, все равно пришел полный оркестр. И в виде исключения разрешалось писать ансамбль «Мелодия», что мы и сделали. А потом вдруг он узнал, что есть такой инструмент — козу. — Вот сейчас нам как раз... Вы не видите, но мы вам... Мы ваши глаза сейчас, уважаемые слушатели. — Да. Он похож на вот эту расческу с бумагой. И мы... — Пластмассовый штучек такая. — Да. Сдав всю музыку... Он, кстати, был самодельный тогда. Сдав всю музыку, заказали ночную смену, поскольку худсовет принял. Вот. И поскольку они в это время принимали сериала «Карли Маркси», «Марси» там, 50 серий, то они это, конечно, запомнить не могли. Есть с козу там, музыка с козона, без козу. — Они вообще были довольно туповатые такие. Мы их на пластино-вороне еще провели. Потому что это был мультфильм «Капустник», где-то навставляли мелодии. Советские какие-то такие цитаты из групп социалистического лагеря они рассекретили, заставили выкинуть. А вот всякие бетловские мелодии, западные, они не знали их, поэтому все осталось. — Поэтому мы наложили ночью вот это дело на всю музыку, и получилось классно. — Это как раз козу. — Продолжение следует... — Браво! — Баловато будет. — А я хочу спросить, а Александра у нас что делает в нашем тандеме? — Она у нас представитель молодого поколения, и это поколение, значит, рассекретило вот эту фишку, мы даже не знали. Они, значит, одна девочка в блогах возраста Александры написала, знаешь, эту историю, Саша, что прошлогодний снег существует. — Это снег вылетает 31 декабря с неба, с неба вечером, он уже ближе к полночи, он начинает, значит, спускаться, опускаться на землю, пересекает Новый год, и к земле уже прошлогодним, уже 1 января он... — Ну, я так и думал, что это об этом... А разве о другом идет речь? — Ну, конечно. А что же еще может быть прошлогодним снегом? — Ну, как раз тот самый, который за несколько минут до Нового года, 31... — Ну, это как бы... Просто у меня песня была «Падал снег», она очень нравилась Александру Татарскому, серьезная такая, на стихи Кушнера, вот, и он добавил «Прошлогодний» и все... — А я не знаю эту песню, может, если не помнишь? — Я, честно говоря, даже не помню. — Лес виднел, днел, лес виднелся, как виденье, было все белое небо, падал снег в его падении, кроме мглы была система... — Все такое вот. И потом Александр Татарский очень любил Новый год, вот, и... А музыка звучит наша, да, там? — Сейчас поставлю. — Поставьте потихонечку. — Она просто вот не хочет перебивать, когда вы играете. — Да, пусть теперь миксы идут. — Это же совершенно не хочется, конечно. — Он хотел снять большой полнометражный фильм, я думаю, что эту идею его надо обязательно воплотить, и придумал название «Деды разных... Деды разных морозов». — Интересно. — О том, как встречает Новый год, но смешно в разных странах мира. И хотел, чтобы были серьезные песни там под гитару и на стихи Александра Кушнера. Это петербургский поэт, лауреат первой премии «Поэт России». Вот, вот эту песню он хотел, чтобы было... «Снег подлетает к ночному окну, в юго дымится, как мы с тобой угадали страну, где нам родиться, южная ватная, снежная вся, давит на плечи, но и представить другую нельзя, шубу полегче». — Прекрасно. — Вот такие песни. Потом вот «Падал снег», который я вот кусочек напел. — Очень красиво. А вот то, что вы читали, легло на музыку, что сейчас звучит, правильно? — Да, да, да. Он хотел именно, чтобы были гитарные такие серьезные песни, но это как бы... А «Падал прошлогодний снег» с большим оркестром, вот эта мелодия финальная, чтобы она весь фильм этот пронизывала. — А вот вы мне показывали, Григорий, перед эфиром, вы принесли листочки со стихами. Это что? — Это, кроме музыки, кроме музыки, еще стихи пишут. И был такой интересный случай. Меня пригласила на переговоры группа «Тату» в «Рассвет славы». Я подумал, розыгрыш, потому что мы все время прикалываемся. Когда я шел сюда, я разыграл женщину. Она сказала, где военторг? Я говорю, здесь. Она вошла к вам, зашла, обалдела от военторга. Потом, значит, вышла назад, ворота закрыты. Я говорю, выйти можно только через час, когда у нас пересмена. Но можно через забор перелезть, сказала ей. А забор тут шесть метров. Я говорю, ну можно перелезть, вам же не надо сейчас. Она опять стала метаться в этом дворе. — В военторге нынче демократический взрыв. — А татарский однажды подошел мужчина и говорит, как проехать, значит, метро какое-то. Он говорит, иди сюда. Подошел к стене, где мрамор. Говорит, видишь, вот мы здесь. А там линии, трещины. Говорит, а тебе сюда. Вот так вот и едь. Без пересадки. Вот. Но я подумал, что разыгрывают меня. Взял отца с собой. Я раньше всегда отца брал. Мне говорят, почему все время с отцом? Я говорю, это старорусская традиция. Вот в Италии все с матерями, а в России всегда с отцами. Вот. Поехали с отцом в офис группы «Тату». Они говорят, мы хотим на мелодию, Павел, прошлогодний снег, песню, песню, значит, сделать. Сначала мы пишем на русском, когда впоем, все, тогда делаем всегда английские варианты. Ну, вот, значит, отец все это ходил, смотрел. Они мне, значит, договор. Я говорю, отец вот как раз он читал. Они говорят, а что он верх ногами его держит? Отец сел с умным видом, так это... А, да. Я говорю, а у него такое, старые люди, они, вы заметили, в Америке все ли в руку? А в России они наоборот всегда читают. А, ну, понятно. Вот. Я говорю, а можно я поучаствую? А кто стихи пишет? Они говорят, на стендер. Я говорю, а можно я поучаствую? Можно. Я им присылаю такой текст. Им очень понравилось. Ну, не получилась запись. Я написал им, сорок раз было слово «люблю». Там, я тебя давно уже люблю. Я тебя люблю, люблю, люблю. Потому что я тебя люблю. Я люблю тебя, всегда люблю. Говорит, гениально. Вот. Ну, это и закончилось. Ну, вот, из Петербурга недавно мне Григорий Хубулава прислал стихи. Сейчас вот моя дочь Александра. Такая абхазская фамилия, по-моему. Ну, да, так как у Джава, Хубулава. Вот. Он сказал, что он инвалид еще. И преподаватель ЛГУ. Он написал замечательные стихи. Сашенька, прочти, пожалуйста. Вот он как раз на эту мелодию, да? На эту мелодию, да, испадал прошлогодний снег. Налицо, едва касаясь век, опускался прошлогодний снег. Вновь и вновь, переходя черту, он ласкал деревья в черноту. Посмотри, печальный человек, как сверкает твой прошлогодний снег. Он летел в другие вечера, поцелуй остывший лишь вчера. Ласковое золото огней, прошлого сияет все ясней. И белее мраморных колонн, прошлый снег, он словно сон. Снег парил, рассеянно дрожа, каждую снежинкой дрожа. И, растаяв, руки понимал, как звучит в истоке всех начал тот же иступленно-белый снег. Хоть его и не было, и нет, на лицо, едва касаясь век, падал прошлогодний снег. По-моему, прекрасно. Спасибо, прекрасно. Поаплодируем. Причем в гармонии, знаешь, совсем с прочтением. Поэтому в Улаве и Санкт-Петербурге. Что особенно приятно, это учебное заведение. Учебное заведение закончил Владимир Владимирович Путин и Дмитрий Анатольевич Медведев. Кстати, об учебных заведениях вам письмо. Из Брянска. Из Брянска. Григорий Васильевич, привет из Брянска, студентов родного вам института. Да, у меня два института я закончил. И первый Брянский. Назывался Брянский институт транспортного машиностроения БИТМ. И специальностью у меня была транспорт без бензина. Сейчас, конечно, супер. Это востребовано. Это трамвай, троллейбус, метро. Мы надеемся, что это наше будущее. Да, это будущее. Так что я без работы не останусь, конечно. И он назывался сокращенно БИТМ. И мы его переводили такие, как я, отщепенцы, которые не учились, только играли там на гитарах. Создавали группы. Мы называли ее Брянский институт театра и музыки. БИТМ. И вот там я, значит, все это вот с утра до вечера играл, пел. И у нас была группа просто так. И нас ругали, что в этом названии такое антиидеологическое. Нас тоже ругают за название этой программы. А дипломный, Алекс, а дипломный проект у меня был в Риге. Я почувствовал, что у вас корни оттуда. И спросил вас сегодня, по-латышски, цикр пукстонос. А я ответил. А он ответил, да, не наргнул глазом. И не задал вопрос, откуда вы узнаете. А в Риге, в межапарке, мы жили в домиках, шишками, значит, топили печи там. Этот запах остался. И я хочу задать вам вопрос. А как по-латышски будет падал прошлогодний снег? Вот латыши, кстати, без акцента говорят. В отличие от любимых нами Сашенька эстонцев. Потому что мы-то в Эстонию ездим. У нас там родственники, сестры. Не так красиво, как по-русски. Ну, не знаю. Это вам кажется. Лец. Пейт с явного гаду снега. Прошлогодний, прошлого года снега. И снега похожа тоже, да? Снега, снега. У меня прям такое ощущение, что в латышском прям сугробы какие-то чудицы. Снега побольше, пожирнее так звучит. А давайте, знаете, что радиослушателям зададим вопрос. Фразы, они ведь разлетелись, крылатые фразы. Вот. Ну, одну назовем, маловато будет. Маловато будет. А вот еще пускай они нам, значит, накидают. Давайте, ребят. Давайте. Плюс семь девятьсот. Вспомните, первый Саши Татарского. Семьсот тридцать, сто и один. Телефон. Я бы взяла телефонный звонок, потому что кто-то уже вот давно ждет. Да, только тогда вам придется наушники. Вот эти. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Алло. Алло. Добрый вечер, любимая передача, любимая ведущая. Здравствуйте, любимый слушатель. Меня зовут Алекс. Я, на самом деле, действительно долго на проводе, но... У вас Алекс зовут? У нас один Алекс есть в студии. Загадывайте. А вы где географически находитесь? Сейчас желание загадать. У Азбуки Вкуса стою, припарковался специально, потому что, ну, нет никакой мочи везти машину. А Азбука Вкуса где? Где? В каком районе? На Ленинградке. Вот, протягиваем, значит, уважаемые слушатели, мысленно, мысленную черту между Динамо и Ленинградкой Азбука Вкуса. И вот все, кто находится между, между двумя Алексами, загадывайте желание. Да, все загадываем желание сейчас, да. На самом деле, да, я хотел выразить огромную благодарность за все это творчество, которое воспитало меня и воспитало в том числе уже теперь и моих детей. И огромное-огромное вам спасибо сказать. Очень, очень, очень большое спасибо. И одно маленькое пожелание. В то время я заслушивался пластинкой Перевердиева, когда он на свою музыку зачитывал стихи. Очень бы хотелось что-то подобное с вашими произведениями. А вот ответ, мы как-то через несколько минут услышим в программе что-то хорошее. Да, нам нужно прерваться действительно ненадолго. Техническая пауза. Пожалуйста, ребята, плюс 7903-797-6333. Ваши любимые фразы из мультипликационного фильма «Падал прошлогодний снег», которому в этом году исполняется 30 лет. Композитором, которого является наш гость Григорий Гладков. Пишите, звоните. Классно. Вот так вот, по-моему. Вы слушаете «Серебряный дождь». Сто ровно и одна десятая. Послала его жена за елочкой. Уж послала? Так послала. 19 часов и 31 минута. Нафаль шелик шель шана шаарва. Нафаль шелик шель шаана шаарва. На грузинском, наверное. Иврит. Иврит? Яна пишет нам. Кажется, сейчас мы нашли общие корни грузинского и ивритского. Она пишет, звучит не столь романтично, но зато мультик я смотрел с удовольствием, когда росла, именно там. Маша, а можно поставить ремиксы какие-нибудь? А то это печальная мелодия все время, финальная. Очень много ремиксов и сделали разные музыканты в разных частях света. Вот из Финляндии мне ребята прислали. Это так интересно, конечно. Александр Татарский, конечно, был бы рад, если бы вот это все слышал. Музыкальное буйство. Вот, всякие электронные версии есть. Ну, потрясающе, конечно. Ну, сейчас мы еще попросили радиослушателей прислать нам фразы. Полно. Да. Ну-ка, зачитайте, Алекс. Ух! Так, ну, кстати, да. Прям не знаешь, с чего начать. То ли с грузинского, где падал прошлогодний снег, то ли... Не, давай фразочки почитай. Тут японский, португальский. А давай, а мне понравилось с японским с аэрографами. Мы сейчас разберемся. Маловато будет, ну, это понятно. Маловато будет. Так. Это, как сказали, я в одном банке был, это девиз банкиров. Каждый раз после бани приговаривают. Такая приятная гибкость в теле образовалась, говорит нам Андрей. Я смотрю, каждый второй слушатель все-таки банкир, судя по фразам. Орел-мужчина. Я волшебное слово знаю, подалов-то. Кто тут, к примеру, в «Царей крайней»? Ой, это да. Кто, к примеру, в «Царей крайней»? Уж послала, так послала. Ох уж эти сказочники. Ох уж эти сказочники голосом Станислава Садальского. А вы можете и своим голосом озвучить. 730-101, звоните, пожалуйста, в «Югер», плюс 7903-7976-333, пишите. Кому заяц свежепойманный? Иди, говорит, и без елки не возвращайся. А зато с елкой, говорит, возвращайся. А как тебе сейчас спою? Да. Тетенька, рыбка, выпустите меня, я волшебные слова знаю. Пожалуйста. Мужик принёс ёлку, но это было уже в апреле, и он отнёс её обратно. Помните? А ещё мне нравится там. Конец, конец, концы в воду. А кто тут, к примеру, крайний? Ага. Никого, так я крайней буду. Нет, ещё замечательные там. У вас все дома? Ай, ладно. И тырить пошёл сюда. А вот, ребят, угадайте. По-испански, конечно, да? Португальский, ну да, да. Португальский. Добавь кашетлявости немножко тогда, чтобы было по-португальски. Это падал прошлогодний снег по-португальски. Сюэ. Сюэ. По-французски. Ой, это я так говорю, значит. Ещё раз. Сюэ. По-китайски. По-китайски. Да. Ся чуань, да. Ну они скорее так. Ся чуань, так и ся. А вот, сейчас. Да. Барфи соли... Барфи соли гу зашта мяфтит. Наверное, я неправильно сказал. Да у нас так всё звучит. Барфи соли гу... Таджикский. Алло. Добрый вечер. Привет, привет. Как вас зовут? Ой, меня зовут Ирина, а это Алекс, насколько я понимаю. Это точно. Да, Ирина, слушаем вас. А это Григорий Гладков. Я вот хотела бы фразу сказать из мультфильма, а меня вот всю жизнь радовала. Мужичок сказал, а хотя бы я и жадина, зато от чистого сердца. Хотя бы я задничаю, он сказал. Всего вам доброго. Ну, от чистого сердца. Да, ну, там, конечно, весь текст крылатой фразы. Это татарский, да? Да, татарский. Он привлёк писателя, замечательного детского писателя, который погиб, трагически сбила электричка в Пушкино, Сергей Иванов. Он писал книги для детей, и такая тема у него писал не сказки, а вот истории школьной жизни. Очень был... И вот, собственно, вот весь... Ну, а так всё, конечно, Саша придумывал. У него ещё такой приятель прикольщик, Игорь Адольфович Ковалёв, который потом в Голливуд уехал, но сейчас вернулся в Москву. Вот, они с ним, в общем, много делали. Так что, да, фразы из жизни очень многие. Например, «Маловато будет из жизни», это, по-моему, говорил директор киевской студии «Ночь документальной фильмы», где работали татарский Ковалёв. Он был очень жадный, ему всё мало. У него же там было, ну, не знали, куда чего девать, и шкафов, и всё переизбыт. Он говорил, «Маловато будет». А когда приходил на работу, он, первая фраза была, «Ничего не понимаю». Хотя он должен всё понимать, он директор. И это вошло в другой фильм. К следствию идут «Колобки». А ещё там, ничего не понимаю, аналогично. Аналогично, это татарские с Ковалёвым были в деревне, их послали в колхоз. Ну, молодёжь не знает, что такое. А нас, всех студентов, института, послали в колхоз помогать убирать картошку там и так далее. И он пришёл в магазин, а туда зашёл крестьянин, значит, сельскохозяйственный рабочий, который должен быть на полях, но вместо него трудились студенты. Он зашёл купить спиртного, видимо, жара была, он был в ватных брюках, зашёл и говорит, «Хау дую ду» продавцу. А тот говорит, «Аналогично». И это вошло в мультфильм. Очень многие фразы из жизни. Я предлагаю, кратенечко, телефон, звонок, зайти. Добрый вечер, Алло. 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 Да, пожалуйста, слушаем вас. Алекс, добрый вечер, это Эдгар. Мария, добрый вечер, Григорий Александров. Привет. Кажется, сейчас будет оригинал на армянском. Да, это тот Эдгар. Ну, говорите, говорите, пока есть время. Ансад Старвадзуна, я просто хотел чуть-чуть смягчить произношение, потому что это очень звучит нежно. Ну, смс-ки-то звучало несколько грубовато, поэтому решил позвонить и понежнее высказать эту фразу. Ну, спасибо. Спасибо. Классическая справедливость восторжествовала. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Пожалуй, самая известная фраза, одна из самых известных фраз из мультипроекционного фильма «Падал прошлогодний снег», когда герой ходил по ярмарнке. Ничего не понимаю. Григорий Гладков, Александр Гладков сегодня у нас в студии, и гитара еще у нас есть, инструмент козу. Струбин козу, который использовался в мультфильме. Вот он, значит, звучит. Сейчас какую-нибудь мелодию сыграю на нем. А я знаю, вот еще у вас песенка есть. Да, еще. А, кстати, вот, Саша, как по-французски звучит «Падал прошлогодний снег»? Александр изучает еще и французский язык. Там была нежа, ты не вiendрась по-своему. Да, да, да. Ну-ка. И там была нежа, была нежа. О, да, потрясающе. Падал лонский снег. Тоже хорошо. Это по-чешски. По-чешски, да? Да. Как падал? Падал лонский снег. Лонских. Лонский. 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 Лонский снег. Лонский снег. Интересно. Там должна была быть песня в мультфильме, но потом Татарский отказался от песни. Я и хотел спросить, после «Пластилиновые вороны» там же есть песня? Начинается с мелодии вот этой, просто стихи Михаила Яснова, поэт из Петербурга, убрали, осталась мелодия. А должна была быть такая песня, ну такая тоже, как бы, такой немножко абсурд, такой вот абракадабра. Летучие мыши сидели на крыше, летучие кошки влетали в окошки. Летучая лайка сновала по ветке, из кухни в дупло приносила объедки. В трубе ковырялась летучая... Кто, Саша? Свинка. У свинки чесалась летучая... Кто? Спинка. Спинка. В летучем болоте ревел кто? Ему. Занес его ветер в чужой... Огород. Летучая репка скакала по грядке, спасался медведь от летучих... Аку. Летучий зайчонок Бежал без оглядки Все было в порядке Все было в порядке Все было в порядке И Ваня заснул Вот такая песня должна была быть В мультфильме «Парло прошлогодний снег» Но осталась в нее мелодия Может быть, Маша найдет дальше ее Там она есть у нас в треках И про халуший половичок Вспоминает Андрей из Нижнего Новгорода Черт, так быстро время пролетело в этом части Две минуты, одна минута осталась Нам только прощаться А можно мы сейчас кусочек споем? Вот прям поцелуй И по снегу мы летим У пряжки на санях И радостно кричим С улыбкой на устах Винчики звенят Плохое гонят прочь Ах, как чудесно На санях Черт с песней в эту ночь Эх, бубенцы, бубенцы Радостно следят Звон идет Во все концы И саночки летят Новый год, Новый год В гости к нам идет Весело все вместе Мы встретим Новый год Эх, желательно со снегом Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова